Всем привет! С вами Наташа. Радовалась приветствовать на своем канале. Ну, вчера я закончила с медом почти в 2 часа ночи. Вот Игорь немножко мне помог, помыл все. Вот, а я уже легла и ног не чувствовала. Выпила, не мессубел, потому что ноги ломили, спина, спина, больше всего спина. Вот, от аллергии выпила, потому что меня вчера в палец укусили. Видела такая точка, как вот иглоукалывание, что аж ногу раздуло. Финкарол выпила. И аспикард. Все, загрузилась лекарствами и легла отдыхать. Сегодня у нас по плану был профосмотр вместе с Дашей. Вот, и спасибо всем, кто вчера написал и попросил, чтобы я, ну, привязала линейк мед. Как раз по дороге мы были, и заодно я и развязала мед. Вот, спасибо, что купили. Доверяете. Трехлитровыми банками так приятно, большой тарой приятно везти. И радовать людей, что, ну, они мне доверяют, и заодно для них на здоровье будет. Дай Бог на здоровье. Этот медок. Так что сегодня прошли профосмотр. Развезли это медок вечером. То, что Игорь ждал нас работы. Вот, и посидели у мамы немножко. Вот, и заодно была денюжка, и мы заехали в светофор. Сейчас покажу, что мы прикупили. Побыли у мамы. И тут мама приходит, говорит, Наташа, подождите, не уезжайте. Я несу отбивнушки теплые с короны. Купила отбивные, такие вкусные. Отбивные из бедра цыпленка по 13.38. Мы так, это, я скушала отбивнушку, Даша две. Вот, Игорь не захотел, сказал, я наелся. Мама поела. И осталось всего три штучки. Я думаю, у меня Маша дома голодная, потому что мы выехали с утра. Я утром сварила варенички с черникой, с клубникой. Они покушали. Вот, а думаю, приеду, у меня нечего и поесть. Поэтому думаю, пойду схожу и куплю этих отбивных. Подхожу к ней, говорю, мне мама сказала, что вы принесли горячие отбивные. Она на холодильник показывает, да, вот они. Я говорю, ну хорошо, давайте. И вот набрала, я говорю, мне 10 штучек, чтобы каждому по две вышло. Так что взяла отбивнушек. И у меня дети любят сладкую такую горчичку, она медовая. Корчица 3,54, но не дешевая. Поэтому вот сейчас приехала, покормила ребенка, довольные. Ну и покажу, что в светофоре. Мы еще в светофор зашли. Так, я ехала в светофор, чтобы не купить мороженого. Домой перемешек, на всякий случай. Вот, мясо там по 10 рублей было в специях. Очень хорошее, вкусное. Но, а, еще и крышки мне. Крышки пластиковые там были для того, чтобы мне баночки с медом закрывать. У меня уже заканчиваются. Что вы думаете, приехала? Крышек нет, мяса нет. Мороженого никакого нет. Там было и подешевле, и подороже. Вообще пустой ящик стоит. Вот, ну, хорошо, хоть были вот такие пельмешки. Мы уже раз брали домашние. Ну, пойдут. Конечно, хинкали намного вкуснее. Вот, ну, сейчас вот так прикупилась немного. Покажу, что. Так, думала упаковку минеральной воды. Там дешевая была, не было. Поэтому пить очень хотелось. Был такой вот квас. Здесь, смотри, 2,5 литра. Так, квас, рубль 86. Потом сосиски там были разные, были подешевле и подороже. Но я взяла немножко подороже, написано, высший сорт. По 5,09. Сосиски молочные. Так, вот, молочные сосисочки. Дальше, ну, и сардельки тоже были повыше цена. 5,56, высший сорт, свиные. Ну, я так на вид посмотрела, вроде ничего. Так, производство и там, и там добрый. Сейчас посмотрю, что это производство. Белорусское производство. Ну, на вид, вроде, неплохие. Так, купила упаковку пряника. Смотрите, такая большая упаковка. 1 килограмм, их много. За 2 рубля 15 копеек. Доллар у нас 2 рубля 50 копеек. Даже доллара нету. Вот, евро 3 рубля. Российские, ну, смотря какой курс. Если конвертировать, то там 30 или 35 надо умножать. Вот, а гривна где-то около 9-10 гривен наш рубль. Вроде так. Так, дальше. Очень люблю копченую рыбку. И увидела, что вот эта салака лежит. У меня аж слюни потекли. 2 рубля 16 копеек за одну пачечку. Я взяла 2 пачечки. Так, пельмени домашние 2,68. Конечно, хинкали по 4 с копейками. Но вот и вкус совсем другой. Ну, это тоже неплохо. Когда времени нет. Есть и свои, но они быстро заканчиваются. А так, чтобы лежало на всякий случай. Когда вот не получается. Много работы. Не успеваешь. И дети могут и поджарить. Можно их запечь соусами разными. Можно просто отварить. Можно супчик сделать. Поэтому это незаменимая вещь. Так, полиндвичка. Полиндвицца хатния. По 12,54. Ну, вот. Такой вот кусочек. Конечно, тот по 10 дешевле был. И такой побольше кусок брала. Ну, и этот пойдет на бутербродики. На завтрак вместо колбасы. Так. Сухой завтрак. Палочки. Это, наверное, вот это. Да, палочки. Даша сказала, мама, купи. Мне они понравились. Рубль 13. Ну, понравились. Хорошо. Это мама моя угощала. Я увидела. Она говорит, купи. Мне понравились. Так. Колбаса с салями. Австрийская. По 12,98. Оставались вот эти две упаковочки. Для меня она нравится. Видите, за две палочки 5 рублей. Это 2 доллара. Получается, одна колбаска по доллару. Я в морозильную камеру ложу. И потом достаю. И вкус не меняется. Поэтому схватила эти две последних палочки. И была довольная. Так. Дальше. Сорти лимон. Думаю, что за лимон. Лимоны не брала. 69 копеек. Ванну чистить хорошо. И посуду, сковородки. Мне нравится. Шампунь Тимотель. По 2,28. У нас быстро улетают. У всех длинные волосы. И мне нравится, как моют. Мама, шампунь закончился. Поэтому взяла две бутылки. Ну, так. Для женщин. Прокладочки по рубль 0,9. Так. Корм для кошек. Дешевенький корм был. Так. Корм по 34 копейки. Взяла для Миртл. Нас сегодня возле короны даже угостили на пробу элитным кормом. Такой в пакетике был. Миртл все скушала. Мы подходим, нас спрашивают. У вас котик или кошечка? Есть кто-нибудь? Я говорю, да, кошечка. Она нам пакетик корма. И приехали домой, Миртл. Выдавили довольная. Вот. Решила показать пакетик. Вот такой, прямо как Миртл. Ей понравилось. С кусочками все смолотила. Так. Мой любимый чай. По 3,94. Даша говорит, мама, бери 2 пачки. У нас уже заканчивается. Так что взяла 2 пачки чая. Ну и ватные палочки 500 штук. Так. Ватные палочки 500 штук. Рубль 52. Ну, если честно, здесь очень мало ваты. Ну, так как у нас они быстро уходят, эти палочки. Поэтому, ну, взяла. Для меня как-то маловато. Даша говорит, мама, посреди побольше. Там были подешевле. Но 400 штук. Ну, я так посмотрела, почти одинаково. Но здесь вата белее. Поэтому, говорю, возьмем вот эти побольше. Все. Вот такие у меня сегодня покупочки. Спасибо, что заходите. Не забывайте. Сейчас все быстренько распределю. И поразливаю заказы моего меда. Вот. Кто позаказывал, баночки распределю. Чтобы уже знать, сколько у меня осталось. Вам всего хорошего. Здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok